Наверное, логотип Evalon я ткну, дабы всё выглядело ещё приличней. Evalon, 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 Evalon. Видно, да. В принципе, заметно. Вот он лого, вот он логотипчик. Ну и let's watch some Dota, дамы и господа. По крайней мере, звуки Dota TV будут. На этой игре уж точно про всю серию не в ответе. Так, Middle Lina против Middle Alchemy, посмотрим, наверное, на циферке. Ну давай, Raven, ещё одна попытка, если не будешь спамить, в общем-то, этими эмотами, этими фразочками всякими. Короче, не грузит почему-то рейтинг. Не знаю, почему не грузит. Но по какой-то причине ни у кого не показывает. Дотка не даёт нам посмотреть. Ну, на топе пока стоит Марск. Сефер, это Марс четвёрка. Удивляться тут нечем, они вчера так играли. Вейла с двумя стаутшилдами, это легионка в оффлейне. Соответственно, против них Кауснайт Гримстрок и Огрмак. В бот отправляется Бэтрайдер Солыч, ну и Middle Lina. Вот так вот они интересно придумали. Но это саппорт Огрмак, это понятно. Кауснайт фармящий в трипле. Ну, здесь ворды расставляют. Что душман отправляется в бот. Тут же Рейвен. Они попытаются законтролить вот эту вот руну. Судя по всему. Ну и очень важно руну Бэтрайдер меня дать. Здесь на топе вся движуха происходит. 880 и всё. Сейчас покажет и у этих, наверное, ребяток. 30 кэф, 30, 30, в смысле, погоди, в смысле 30. Обычно, когда одна из команд настолько сильно выигрывает, на вторую команду никто не делает кэф 30. На вторую команду просто закрывают кэфы. Ну, то есть их вообще закрывают при огромном лидерстве. Вот и всё. Короче, почему-то не грузят. У меня рейтинг гигфм. Гигфм, за который ли 3 баунти, алхимик говорит, спасибо. Алхимик, хилка манга, сотка, золото сверху. Кстати, через два брейса он планирует идти. Гиги пикнули помойку. Почему, братан, почему? Почему кэф 30 на 2.0? Кэф 30 на 2.0. Сейчас скажу. 2.0, 2.0, 2.0. Вот это рофл, кстати. Вот это рофл. Вот это рофл, ребятки. Жёстко, жёстко, жёстко. Ну вот, на джиджбет 11.9. Не знаю, где вы там 30 углядели, тем не менее. Так вот, давайте продолжим. Кто говорит, что гигфм пикнули помойку, походу не смотрел, как они вчера играли против тайфунов и как они вчера исполняли против тайчиков. То есть они точно то же самое пикают, что и вчера. Единственное, что у них вчера в мире был хускар, а не алхимик. Поэтому 4 из 5 героев повторяются относительно вчерашней выигрышной стратегии, стоит отметить. А уж то, что эволены будут послабее, чем тайфуны, тут, я думаю, можно не сомневаться. Итого, вроде бы как, тот же самый пик. Уверенное исполнение вчера против тайфун. Сегодня еще и оппонент послабее, и пик вы апгрейднули, добрали туда алхимика. Ну, это типа интересно. Так, хорош. Это интересно. Саппорт Марс, не удивляйтесь. Ну, алхимик, понятно, почему Брейсер, это сопротивление магии, чтобы стоять против лины, чтобы не уходить с линии, получить шестой уровень, в общем-то, и нормально себя чувствовать в дальнейшем. Опа, гримстрок, строков бейд на Ксефера. Ну, Ксефер ловит на себя, произойдет атак. Тут же есть неплохой бодиблок от Огрмага. Огрмэджи, Огрмэджи. Хорошо пободиблочил. Тут фишка в том, что сейчас Ксефер должен подняться, развернуться и ударить, а ему этого пока не давали. Но Вэлла, правда, на себя крипов переагрил. Покажите нам уже циферки. О, топ-19 у Рэйвена. Мистер Бистон подписан. Здесь 101 место. Топ-7. Топ-74. И топ-120. Красиво. Пресс-атак очередной. Лего остается практически без маны. Все, что у нее остается сейчас, это еще один разочек пресс-атак. И все на этом, да? А тут Каос Найт. Каос Найт с Каос Страйком, который сейчас он наверняка еще разочек вкачает. Ну? 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 Бро, а почему ты этого не делаешь? Это крит урон, это вампиризм, нет? Стоп. В чем мем, как говорится? Двухсекундный стан жестко. Просто с первого же уровня двухсекундный стан. Окей, хорошо. Как-то, кстати, странно сделали на самом деле. Минимальная длительность оглушения с 1, 1, 1, 2, на 1, 25, полтора, 1, 75, 2. Максимально с 2, 3, 4, 4 до 2, 2, 2, 8, 3, 4, 4. То есть я не понимаю, здесь реально будет 2, 4, допустим, показываться стан? Ну, типа, окей. Почему бы не четкое число? Ну, считается то, что апнули Каос Найта. Именно таким вот образом. Как я понимаю. Каос Болт Монокост. На первом левеле теперь не 140, а 110 всего-то. Минимальный урон увеличен. Максимальный урон увеличили. Начинает со второго уровня. Ну, минимальный вообще с первого увеличен. То есть патчи 7, 22 нормально. Но, правда, КД увеличили. 13, 12, 11, 10. Но играть возможно. Ну, и все-таки, кстати, Каос Болт он в двоечку берет. А не Каос Трайш, что самое странное. С другой стороны, он стоит соло против крипов. И ему и так нормально. Кстати, Лего, Лего. Вэлла продолжает быковать. Это всего 3 крипа ему принесло. Что стоит отметить. Ксэфор здесь. Ксэфор вчера на Марсе получил второй уровень на шестой минуте. Сегодня второй на пятой. Даже в конце четвертой. Уже хорошо. Ну, лучше. За ним Цеги. У Цеги дабл дэмэдж. Неплохие тычки с руки. Ну, Муши. Муши на Шадоу Шамане, опять же. Муши живет. Я приковал тебя. Как раз таки, Муши, и приковывает у нас сейчас Мууна. Попытка Тревена сделать ФБ. По-моему, удачная попытка. Да, это сейчас была для ребяток из Кальчева Гигфэм. Замечательно. ФБ, который, может быть, кто-то и не ожидал. Так, ну, Алхимик. С двумя Брейсерами. Отходит в Лисану уже по своему желанию. Интересно то, что они планируют себя, судя по всему, Сол Ринг. Сейчас это будут фейзы. Ну, если ты берешь себе еще и Сол Ринг после двух Брейсеров, то это вроде бы слишком много промежуточных артефактов. Да что? 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 Мяу-мяу. С другой стороны, Сол Ринг бы, по идее, тебе необходим. Сейчас. Ну, вот появляется ультимейт. Ульту можно сразу же, наверное, активировать, что он, в общем-то, и делает. Лина, тем временем, гэндбэнт на топе вышла. Ксэфер здесь. Ксэфер пытается уйти. Ну, опять же, три баунти-руны досталось ребятам из противогик-фэм. Ксэфер, а за это заберу двухсекундный стан. Залетел. Огрмаг. Ну, Огрмага даже не понадобилось. Как мы видим. Да что-то коты орут. Я не знаю. Кот на кошку, кошка на кота. Что им надо? Непонятно. Нет, понятно, что им надо, но я им не даю такое делать. Короче. Така у гик-фэм все очень неплохо. В том числе и за счет баунти-рун. По нетворцу вы видите сами. Три шестьсотого алхимика. Возникает ощущение, что этого алхимика сейчас отпустят. Не опустят, а отпустят. Через степ. Вэлла. Лиджин командер пресс за атак на себя. Пресс за атак первого уровня. Но тут слишком много оппонентов. Я думаю, что все-таки второй фраг сейчас подъедет для Эвалан. Это уже неплохо. Хоть какие-то убийства оформлять. Ситуация, когда вы изначально в андердоге. И это приятно. Я думаю. Найс копьет Ксефера. Тут еще и бедного крипа. Добил. Шестьдесят пять маны потратил. Да ладно. Ставьте. Типа того, да. Типа того. Хэштег свободу кота мы еще напишем. Слушайте, ну, такой алхимик обычно не проигрывает. Тут можно без Медасика сразу Радианс. Да, вот. Вот она в чем идея. Сразу Радик. Ну, Гримстрок приостанавливает игру. Там действительно Бэтрайдер. Бэтрайдер уже показывала, что он отключился. Сейчас показано, что он отключается только сейчас. Ну, видать, что-то случилось. Видать, подзависли. В общем-то. Ну, да ладно. Как это законтрить, я не знаю, честно. Я бы просто кидал муд каждому. Но потом, когда пишут ГГЭ, это не очень. Мне помогло, я больше не хочу. Так, у меня кот, который кастрированный, взрослый, наверняка даже не знает, что с этой кошкой делать. А кошки шесть месяцев, которые еще рано просто. Застивилизовать. И как бы... Суть в том, что кошка хочет, а сама еще не знает чего. А кот... Кот уже, наверное, не хочет и не знает вообще, что она от него хочет. Короче, мучения одни сплошные. Коми досик. Да я так, в общем-то, так. По рофлу. Я к тому, что у них все слишком хорошо. Счет 1 на 3. Баунти рунны каждый раз 3 на 1. Под эти два рун спота, в общем-то, они оформили. Ну, и Радианс появится быстро. В мид виде Максэфера выходит получить экспу. А вот. Остальные непонятно, что делают. Ну, и в это время Джиггернаут в боте. И вот я причем уверен, что этот Джиггернаут не будет с Battle Fury, да? Как мы сегодня с вами уже наблюдали только что с Бефом, который подфармить решил. И это было не самой лучшей, наверное, его идеей за этот день. Подключается к игре Бэтрайдер. Ну, что, обновляемый. Поехали смотреть, я думаю. Так. Сори, гоу. Сори, гоу. Замечательно. Ну, а тут на Ксэфера уже, конечно, выходят. Легко ты в миде не постоишь, родненький. Думаю, сейчас угромак. Для этого линии нужно подойти. Линия нужна, чтобы маны было на все. Мана на все имеется. Баля здесь цеги. Ну, и вот все-таки своевременный выход на Марсе. Три на один. Пользу Эволон. Тем временем Рэйвен. Ну, Рэйвен против Бэтрайдера. И в итоге он Тавер забрал, кстати. Я думаю, что Алхимику в миде делать нечего. Он и не будет сюда выходить. Скорее всего, да? Ну, а ВЛО практически шестой уровень. Вчера эта Лега взяла две дуэли к 12-й минуте. И набрала бы суперкруто, если бы ГГ на 16-й не написали. Это, понимаете, сейчас обсервер. Да, абсолютно верно. И звуки доты слышали именно поэтому. И обсервер. Если ты понял, потому что это криво достаточно, это будет грустно. Но я типа стараюсь все плюс-минус показывать. По крайней мере, по шмоткам на этот раз намного легче это все делается. Ну, и графики в любую секунду. 5 тысяч уже практически по золоту. 2,5 по опыту. Ну, и вероятность победы 80-минус 17. 17%. Те самые 17%. Думаю, это не случайно. Барабаны появляются у нас у Джаггера. Так, Лега. Лега. И целый грим строка неплохой бриблок. Переход сюда, как его знает. Он немного не достает по кастанам. Вот оно, безмолвие. Тут инвест для Муши. Муши все-таки себе, кстати. Муши подобрал. Ну, заходит сюда Лина. Лина он приковал. Но поздновато, если честно. И в итоге есть ощущение, что у меня ты Вэлла и Муши. Муши, а зачем ты вообще это делал? Ревен появляется здесь у Ревена. Если что присутствует, то мне слэш. Правда, рядышком крипы и иллюзии Кеоснайта, наверное, все-таки не стоит. Ну что, один на пять. Понятно, что все это дело происходит без алхимика. Нас интузлили в этот момент в миде. Но двух героев Гикфэ мы потеряли вот только что. Бетраидера тоже, как понимаете, не было в движухе. Ну, окей, хорошо. Хорошо. Там не было смысла вкидывать умни слэш и Ревену. Слишком много было рядышком юнитов. Это было бессмысленно. Это точно. Так, алхимик 2800 у нас имеет. Кеоснайт. Ну, не Мидас, а Армалет. Мидас с Кеоснайтом хорошо идет за счет таланта на 15 уровне. Минус 12% перезарядки способностей применов. Но, с другой стороны, смысл. Ты играешь против алхимика, тебе нужно уметь драться, а не уметь формить. То есть, если мы сегодня с вами уже увидели, что бывает, когда тролль решил пофармить против Свена. Хотя начиналось все намного лучше, то фармить против алхимика, это вот прям супер очевидно, что не стоит. Но дуэль первая не выиграна. Жестко. Жестко. Так. Лина, фармить себе Лотар. Это понятно. А то Громак 3 уровня. 4 ассиста. Я только хотел сказать, что особо нет от него пользы. Но пока это 4 ассиста из 5 фрагов своего коллектива. Это нормально. Ну что, 10 минута. Самое важное, это законтролить руны сейчас. Рецепт на Рейдинг появляется у алхимика. И если вдруг каким-то образом Рейвен забирает Авара на топе. Если вдруг каким-то образом сейчас 4 баруны забрали эти ребята, то классно. Но так в боте 2 обратить в маневлан контролируют. То есть здесь Огромак и Гримстрок. Здесь, соответственно, Бетрайдер и Лина, в случае чего. Ну и того алхимик не так много получил, как мог бы. Сейчас еще одну руну активируют. Еще плюс 200. Но он 400, считайте, недополучил, грубо говоря. То есть сейчас, ради благополучия этого алхимика, ребята могли попытаться навязать драку. Но, с другой стороны, решили не стягиваться. Волнует фарм Джаггер. Обладите мне шанс победить овер в фарм Джаггу, Алхимика и Лего. Ну, фарм Джаггер наута 5800. Далее будет Яша, Диффузам, Анто, Стайл, скорее всего. В принципе, понятно, как он планирует это делать. Может, тут ведь огонь и мы всем классные. Алхимик, алхимик. Кидывает, если спрей, ну и поехал. Тут для него ого-го, как классно. Ты что, 30 минут задерж... Ты что, рофлишь что? Ты рофлишь или нет? Скажи мне, пожалуйста. Потому что это не первое сообщение на эту тему, но, по-моему, ты рофлишь. Ты не можешь смотреть. Даже ты. Вот ты зайдешь сам в Доту, ты не можешь посмотреть никак иначе, кроме как через Дота 2 ТВ, где стандартные 5 минут задержки. О чем речь? О чем? Если ты сверхчеловек, который может игнорировать эти 5 минут задержки, то я буду в шоке. Так, заходи на сайт Сиберскор Лайф, чекай счет наперед, а с ним смотри. Здесь вот и все, как бы, обычно все так и делают. То есть огонь и нарасту. Огонь и нарасту, это классно. Он позволяет каждому из вардов атаковать 2 цели. И добавляет 225 радиуса атаки. То есть это классно. В общем, каждый из вардов атакует 2 цели. Это суперсильно. Какие же конченные кэфы. Ну, слушай, начнут Эволон у нас играть на равный с Гиг Фэм. Там и поговорим относительно коэффициентов. А пока все-таки Гиг Фэм здесь однозначные фавориты. Так. Рейван говорит, не-не-не, Огр, я, пожалуй, здесь сам поформлю. Самостоятельно, так сказать. Да, вот так вот вас пикнут против вас с алхимикой, и вы ничего не знаете, что сделать. Так, станчик в Лино. Ну, нормальная баночка. Могло бы быть, правда, и побольше. Убрал Хэмин Котс. Да, бесполезняк все. Кстати, здесь, ребята, тоже дали, между прочим, предложение атаки на Лину. Может быть, даже в чем-то не специально байтили. Как бы это не было чуть-чуть опрометчиво, но тем не менее. Короче, тот момент, когда Алхимик, судя по всему, опять выигрывает. Судя по всему, опять изи. Так, Бэтрайдер, Флэмин Ласта. Отлично! Боже. 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 Кирин Сприт. Бэтрайдерам все очень красиво скомбинили. Тут же этот Кенниг Спрей был снят. Огромаг аналогично можно лопнуть. Даблкил оформляет Рейвен. Рейвен, Рейвен, Рейвен. Барабаны подрублены. 20 зарядов на стиках. Сейчас будет у нас за Блэйд Фьюри. Через 5 секунд можно будет ускориться за счет фейзов. И так далее. Дальше, дальше, дальше. Мон. 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 Забрали. Фраг достается к Сэферу с Саппорт Марс. Ну, доту ради удовольствия. Все бабло, что выиграл, потратил на танки. Но, видать, до этого смотрел ради ставок. Что-то выиграл. А теперь ради удовольствия. Как я понял. Ну и нормально. Ну и нормально. Ну и правильно, как говорится. Так, минус 7 секунд. Перезарядка на Сэбл Конкоушен. Но это лучший талант. Далее ты берешь себе 400 к здоровью. Плюс 400 кронов на Сэбл Конкоушен. И просто физическим дэмэджем шпаришь. Шпаришь, пожалуйста. Ловите 12. Да, да. Ловим 12, братан. 12 и 2. Я даже не думаю, что это спойлер. С другой стороны, весомая часть превосходства. Она выражена именно в Алхимике. Алхимик обгоняет ту же самую лину на 5к. То есть, допустим, условно говоря, 5к из 9. Это Алхимик. Ну и товара. Все-таки, простите меня, 3 вышки снесли. Сами при этом вышек не теряли. Ну, центральная линия, кстати, неплохо она побита. Почему они без лины комбинят? Ну, что-то не получилось. В принципе, и так неплохо сделали. Гримсрок с Бэтрайдером. Это было достаточно красиво. Если честно. Ну, понятно, хорош. Ну, ничего, бабки будут потом. Еще подформишь, так сказать. Март. Ставится арена. Легионочка по конец, кстати, в игре на дуэли. 15-ая минута. Лина разрутилась в муж. Лина муж и забрала. Окей. Колба наносит урон почти какой-то. Я вообще обожаю эту колбу, которая максимальный урон получается 760. Это же прям вау, честно. Причем, не 760, а там будет порядка 800 урона. Безнадежно. Ну, да, да. Самый нелюбимый, наверное, тип матча, когда результат понятен до. До старта игры. Все-таки гикфэм уж слишком сильный, мне кажется. Да, развернись ты, да, ее мне слышать. Хотя, не, 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 не надо. Не, 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 не слушай Тома. Том, Тома не надо слушать конкретно в такие моменты. Ну, сейчас надо контроль баунти, причем алхимик. Смотрим. Смотрим. Секунду просто. Две баунти-руны, тебе плюс 500 залетает. Бэтрайдер вытаскивает. И на этот раз без ультимейта. В общем-то, теперь понятно, почему Рэйвен, он мне слэш потратил неудачно. Мне слэш, если честно, тут вам и Ферст Найта. Ультимейт и все. С Рэйвена сняли доминейтинг, забрали Вэлла. Но, правда, алхимика появился, насколько я понимаю, он это стайл. Ну, кстати, мог бы он сейчас себе принести рецепт на манту. Аналитика Изи-12. Изи-12 кэф, да, 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 согласен. Изи-12 кэф, это классно. Дальше будет Блиндаггер. Блиндаггер это как раз-таки та тема с тем, чтобы колбу в кустах потрясти максимально. Пригнуть, выдать, забрать оппонента, зафокусить первым делом и так далее. На самом деле, алхимику против Каус Найта прикольный прорубающий урон себе брать, если честно. В этом имеется смысл. Ну, да ладно. Это подразумевает изначально немного набил. Ну что, первую вышку пытались снести здесь, я в ламалях не получилось. Вэлла, барабаны. Ну, дуэльку чуть рано, но тем не менее, ладно. Акромага забрали, зафиксировали и в это же время минус Монкстер. Давно не видел радио-тапки Акторин. Слушай, вот-вот был такой у нас алхимик, в принципе. Он до сих пор, кстати, работает. До сих пор, на Малином, абсолютно. Да, семнадцатая минута, и если уж вчера они тайфунов обыграли за 17 минут, то у Шевелоны подавно. Алхимик, да прыгни же ты на мужика. О-о-о-о, хорошо, ладно. Ксэфор в итоге забирает фраг. Тут вам не алхимик, не радианс, не тычки с руки, не Оверл Хэмин Котса, а именно Ксэфор. Бэйбэк, это, кстати, сейчас Гримстрок, интересное решение, но маленько бессмысленное. Пока у Бэтрайдера нет Блиндагера, либо хотя бы Форстафа, вы здесь никого так и не заберете. Кстати, Бладлас на Каоснайт. Это Каоснайт, Варнин Рифт, который сейчас Ксэфор ему испортил. Это мог бы быть Варнин Рифт, Вэлла, пресс за атак на него. О, Бэтрайдер идет еще дальше, грамотно откидывает под флеймбрейк, но продолжать не стоит, а Каоснайт уже развернулся. Акторин, ура. Ну да, Рейдерс, Монтакт, Ринкор. Так он, в общем-то, и планируется. Ура, вот прям ура, прям ура Акторин, прям ура. Я могу объяснить, чем мне нравится Акторин с таким билдом, чуть-чуть попозже. Ну, К-минус Вэлло, Вэлло, байбэк, это моментально, это Лиджин Командер, вот сейчас бы забрать, конечно, дуэрку с Ливи, было бы приятно, думаю, но... Ну, даблкил оформляет Каоснайт, ставится арена от Марса, и вот я прям вижу, как эта Лего такая, знаете, охотница, девочка-охотница, которая дает только ультимейт поражать. Но сейчас можно. Сейчас можно, но, правда, Сайленс помешал, и в итоге Лего байбэкнулась, демиджа с дуэли не получила, Биссона не сделала, и могла бы и не выкупаться такими темпами. Ну, кстати, Лина просто догорит. Вот и все, 12 на 13 становится счет. Красиво, красиво. Но уж очень быстро. Так, обратим внимание на бэтрайдера, Велос за ним, ну а смысл здесь у-у-у делать, здесь не получится. Сабля появляется у Каоснайт, ну, сабля, армлет, да, да, надо как-то дефаться. Просто фишка в том, что Нетворс Каоснайт плюс Нетворс Лины на 15800, а Химик на полторы тысячи золота больше. Хей, вы посмотрите, ну, ну, вы посмотрите, ну, это же жесть. Ну, еще одна дуэлика выиграна, бедного Громак. Громак 0 на 4 на 8, ну, на его месте мог бы быть любой, его бы унижали точно так же, честно говоря. Ну, да, супер быстро, супер эзит. Вот все, что можно сказать по поводу этой карты. Хотя бы Тараску ссыка дать. Да, да, если бы Тараска падала из третьего Рошана, как говорится, минус цене. Забирали Каоснайт, Каоснайт без байбека. Вот честно, я думаю, что до 25-ой здесь Эвола не дотянут. Я думаю, что на минус мораличах диджи будет уже раньше. Это логично, как минимум. Даже как-то маленько жалко Эволанс, слушайте, если 0.8 на этом ивенте. И впереди еще сражение с сильными. Ребята, мило, поставится дуэль на Громак. Это дуэль опять выиграют. Бэтрайдер во Флэмиласе Марса. Марсер сможет откинуть первой, второй. Бэтрайдер возьмет, там хромные проблемы. Как говорится, ну-ка, здесь кого-то цепанули, цепанули. Лину, Лина, Лина, Лина. Вот она, центричник. Еще, как говорится, один. Ну и Лина на лотаре все-таки ушла. Замечательно. Еще, центричник не сработало. Лину не догнали. Лина, тэп аут. Лего, опа. Лего, кстати, четко прыгнула, но смысла не было в этом. Как оказалось, смысла в этом не было. Так, Бэтрайдер фармит себе то ли Рота Фатос, то ли Ев Уол. Хотя нужен Форстаф и Блиндаггер и Тревла. Грустно, грустно. Лина, кстати, с Кристаллисом, ну, хоть как-то. Хоть какой-то демо с руки наносить. Знаете, что меня удивляет? Вы играете против Алхимика, а Спирит Вассела нет. Ну, серьезно, как так? Нет самого банального артефакта против Алхимика. Банальный некуда. Но его нет. Ну, хотя тут Манта Стайл, Акторин Корр. Ближний 300 крон на Танцевал Каррент. Чем мне нравится еще больше Билл через Акторина этого Алхимика, это 6,75 секунд КД на банку. То есть он берет себе Таланта минус 6 секунд КД, минус 7, простите, секунд КД. У него получается Максовое улучшение 4, а с Акторином 6,75 КД. Это же жутко. Слушай, 1,01. Очень давно уже. По-моему, со старта игры было 1,1, теперь 1,01. Утимарса забрали, да. ДАш лопнул Марса с Линой. Только вопрос в том, что это, походу, было через ультимейт Лины. Да, вот Лагуна Блейд была. Ну, как-то так, если честно. И танцы на 14, однако, отметим то, что эволон фрагов-то делают очень немало, но при этом фраги им не помогают, к сожалению. Лего, еще дальше. Бедный Огр, по-моему, уже 3 дуэли на него было поставлено. Огр Мака, глушение по Леге. Сейчас будет пресс-атак. Сейчас будет помощь от Алхимика, банка и... Хорошо, да. Вот еще одна дуэль, еще плюс 18, красиво. 15 уровней у Леги, ну что здесь брать? Да и то, и то, кстати, классно. Можно моментов кираж было прокачать. Плюс 30 к атак спиду берет себе Лего. Нормально, нормально. Алхимик, далее Шивасгард, ну, с таким билдом после этого уже, наверное, только раздавать, да раздавать Аганимы. В принципе. Да, и вот он заходит Рейвен со Егисом. Что вы им сделаете, непонятно. Ставится дуэль, боже, боже. Вот это четкий врыв был, только что он из Плинтагера. Но, однако, отметим 24 минуты. Все подсажались. Блин, а как насчет Лайстрек и Рей через секундочку. Ну и попытки раздать с этим маркетинг-баром. В потенциале, да, и то еще нужно 1975 золота. Ну ладно, мили баррак снесли. Т3 предварительно снесли, а вот с оранжевым уже не получилось. Что, на святыню, да, изи достаточно. Надеюсь, Бетрайд раз за собой, правда, крипов уволит по боту, дабы по боту силы света не могли зайти. Но здесь, по факту, не могут сейчас успеть забрать вот этих вот крипчиков. И их крипы пройдут дальше. И вот он вам заход на ХГ уже. Долго, кстати, бьет святыню. Достаточно долго. Ну почти хватает денег. Да, хватает, кстати, денег. Сейчас алхимику на Шиву. Да, вот и Шивасгард, в общем-то. Брейсер продал. Тем более, бабок хватило. Ну и дальше можно пойти. Вот они крипы. Чуть-чуть от того крипвейва плюс следующая волна. Алхимик первым делом прыгает. Ловит 2х мультикасс. Танчик на 2 секунды от Каус Найта. Самая фишка в том, что они вроде бы выдают в него спелы, которые в том числе и дэмэдж наносят. А алхимик этого урона не ощутил никак. Так, Вэлла, Вэлла, что там по урону сделали? 92, 92 дэмэджер. Рэйвен даблкилл. Даблкилл после мне слэша, в общем-то. Каус Найт здесь разультился. Ну и разультился, Ма. Ставится арена, заходи сюда на Синтусей. Насинтусей с Шивой. Далее будет, если что, Банка. Набрали какого-нибудь там огрмага. Банк он уже заряжает. Блиндагер откатился. КД на Блинг 1125, красиво. Ну и все, Т3 снесли. Рэйвен здесь с молниями, с Блиндагером. Можно на кого-то прыгнуть. Просто прошли Бэтл Фьюри. О, этот. Блэйд Фьюри, просите. Туда же прыгнет алхимик, и вы его на 2 сожжете. Ну, не стал. Не стали они так рисковать. Еще один милибарак заберут. Если вы забрали Т3 милибарак, рейнджевой барак когда-нибудь все равно упадет. Крипы все равно будут пушить. Поэтому, понятно. Можно, в принципе, отойти и этим довольствоваться. Но что, все супер хорошо. Еще и Вэлла поймал Лину на попытке задавить тавер на топе. 25 на 14. Снезли 2 барака, но будто это снесли 2 стороны. 32 тысячи превосходства. 1% вероятности победы Эволон. Но Эволон еще в игре. Эволон еще играют. Скажем так. Так, Джиггернал пришел себе здесь молния апнуть. Лего, Презо, так, на Бет Райдера. Заберет? Да, забирает. Нет, 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 нет. Ну, оп. Нормально-нормально. Забрала на Погимон на последнюю тачку. Последнюю секундочку. Ну да, я клюю последнюю секундочку. Прям вот. Было супер близко. Вот единственное, что потратить ворды, может быть, особо хорошая идея. Ну, на Каос Найт. На Каос Найт без байбека. Интересное решение. Медалька Кринзон. 7 плюс 20 брони у этого Марса. Пока там его будут бить. Ну и заход на третью сторону. Крепы у нас зашли по центральной линии. Очень далеко идет нас. Интусей его. Знаете, этот класс пик алхимик. Ну, его нечем контрить. Опять же, повторюсь. Никто даже не взял вот так эту урну. Ну, здесь. Здесь и джидом. Простите за столь грустный репортаж, так сказать. Но. Выдавал свой максимум. Пытался хоть как-то характеризовать положительно. Ребята из Кротива Эволон. Не могу сказать, что прям совсем плохо. Но. Уровень. Немного не тот. Все-таки, к сожалению. Буквально чуточку, но не тот. Рэйвен. Дальше. Банка. Лина. Привет. У нас Интусей с Фирепсой. Что там по счету? 7-0-13. 12-1-10. Ну и, видимо, сейчас джиджи где-то уже напишет. Да, гг. Грустно. Но. Ждем вторую карту. Будем надеяться, что она будет не менее интересной. Чем эта. А желательно все-таки побольше. Честно говоря. Хотелось бы увидеть некий элемент удивления. Ну и, я бы очень хотел, чтобы против этих ребят начали уже банить. Того же самого, что душемана забаньте. Марса забаньте. Позвольте Гикфэм вам показать иную стратегию, нежели чем та, которую они боевые у всех. Я был бы рад. Как они первый день, кстати, играли. Я, к сожалению, не видел комитин в другую группу. Первый день они сэйджи сэйджи.